МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадиокомпании Гомель, у студии и працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Головная паде дня президент Беларуси Александр Лукашенко завернулся с аштогодовым посланием до белорусского народа и национального сходу. Не сбавлять темпов, сегодня у Гомельскими облвыконками проанализовали выники социально-экономичного развития региона в первом квартале. Весновый день, год кормить, сяуба ранних яровых пересягнула экватор. Беларусь – краина миру изгоды. Сегодня у Гомеля прошла международная встреча студентов. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Головной метой застаётся будовництво державы для народа. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня у послания до белорусского народа и национального сходу. Першочерговая задача – умоцевать экономику и примножить добробытых грамадян. Свет не стал простей, он стал цикавей, дал ровные макшимости и шансы. Уметь скорыстаться ими – пытание будущей не краины, ее незалежности и поспеховости, отзначил президент. Якой будет Беларуси завтра залежить от кожных из нас. При этом треба памятать, что квитнеющей может быть только та краина, где истнует баланс отказности державы и громадства за выконание своих обовязков. Где каждый клопотится не только про себя, а и про родиму. Где любые выклики и погрозы не расколывают громадства, а обеодновывают, допомогающие выстоять в сучасном свете, заявил белорусский лидер. У послания до белорусского народа и национального схода Александр Лукашенко оценил ситуацию в свете и краине, а так само окреслил задачи по развитию Беларуси на наступный год. У овальной зале за выступлением керавника державы уважливо сочили депутаты, керавники органов улады и промысловых предприемств, представники дипломатичных миссий. А про чатаго тысячи грамадян слухали послания у промым эфиры по телебаченні и радио. С некоторыми из их сустрялися наши корреспонденты. Белорусский гандлёвый экономичный университет с поживецкой кооперацией. 10 годин ранецы. У аудитории, оснащенной сучасными сродками сувязи, починают сбираться студенты. Далей шелёс будущих специалистов по электронным бизнесе, коммерцийной деяностей и бухгалтеров напрямую залежать от перспективы развития сусветной и айчинной экономики. Молодые люди кажут обжадании досягнуть профессийных вышинь, а тому слово президента об необходности позитивных изменений у экономицы воспринимают становчо. Яшедзен момент развития IT-технологий, які дозволят Беларуси занять годное место у глобальных сусветных процессах. И хоть в этом университете такие технологии не з'являются профильными, студенты упевнены. На рынку я не будуць конкурента с дольными. Современный студент – это прежде всего мобильный студент. Поэтому в нашем университете в 2017 году была создана сеть общественного Wi-Fi для студентов и преподавателей, которые в любой момент могут загуглить или посмотреть презентацию по теме, а также получить общественный доступ в электронную библиотеку. В нашем Белорусско-торговом экономическом университете используются вебинары и видеоконференц-связь. Оказывать бизнесу усебаковую допомогу по створению новых вытворчостей, которые обеспечивают стабильный развитие Украины. Задача, какая огучивается по час выступления президента, актуально у тымликует для свободной экономической зоны Гомель-Ратон. Сегодня у ее складе 76 организаций резидентов, а Мальпалова – за межным капиталом. Причим, это действительно высокотехнологичные предприемства. На этом тыдне у администрации плануют зарегистровать еще одну вытворчость. На этот раз по выпуску медицинского обстановления. Причим, минавито белорусскую пляцовку простонники Чехии обрали свядома. Сделай для травматологии, онкологии и ортопедии. Мне любятся условия работы здесь у вас. Я думаю, что здесь у вас большая перспектива. Как развивается Белоруссия, мне очень нравится. Нравятся условия работы. Нравятся здесь люди, которые не забыли, как работать. Серйозные люди. Необходность поляпшения добробытного насильства – утымлику простворение новых прационных мест. Это так само с послания Александра Лукашенко до белорусского народа и национального схода. И тычется это у всех сфер. За 20 лет у основания свободной экономической зоны Гомель-Ратон – количество тех, кто тут стал работником сучасных вытворчостей, суправданально с насильством среднего районного центра. С момента создания свободной экономической зоны создано более 11 тысяч рабочих мест. В прошлом году 1140 мы создали рабочих мест. И уже в первом квартале 2018 года 160 новых рабочих мест. Это именно на новых предприятиях создаются новые рабочие места. Как я вот внимательно слушала сейчас президента республики Беларусь с посланием к народу, там именно упор был сделан на том, чтобы рабочие места высококвалифицированно создавались. Еще одна задача на ближайший год – агрессивный маркетинг на сусветных рынках и пошук новых партнеров. В Гомельском отделении гандлево-промысловой палаты и лишать, что в ближайший час среди наших основных партнеров застанутся державы, которые являются соседями Беларуси. Однако треба выходить и на новые рынки. Трапиттуды складана, а ле махчима. Александр Лукашенко попередживает – легких часов больше не будет. И до этого необходимо быть готовым. Для нас реальными остаются такие рынки, как Вьетнам, Монголия. Нам бы хотелось, чтобы мы сохранили присутствие и в Японии, например. Хотя Япония – страна довольно закрытая, и они больше ориентированы на экспорт своей продукции и технологий. Тем не менее, это государство мы рассматриваем тоже как один из наших партнеров в разных сферах. Это и гуманитарные проекты, это и проекты в сфере технологий. Этим славится Япония. Поэтому нам важны разные государства и по разным направлениям сотрудничества. Олеся Нюрова, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». Выники социально-экономичного развития в регионе за первый квартал 2018 года можно лишить становочными. Об этом ишла размова сегодня подчас посяжения Аблвы Конкама. Один из основных показчиков – воловый региональный продукт – слав 105,6% при задании 102,9%. Регион с початку года смог забеспечить поступовый рост ВРП. Ниже за минулогодний узровень спрацовали только у сельской господарцы. Страты были компенсованы сферой будовництва и гандлю. Становшая динамика досягнута в первую шаргу за кошт промысловости. По темпах росту вытворчести в области займает другое место Украине. За первые три месяца добра спрацовали Мазырский, НПЗ и Гомеля Нерга. В околе 41 с 52-х радоутворальных предприемств у региона перевыконали показчики. Там, где экономичная ситуация, далекая от стабильной, необходимо в свои часы принять ответные меры. Основное – это уделять внимание, скажем так, финансовой стабильности организации, то есть их прибыльной работы, рентабельной работы, то есть эффективной работы прежде всего. Вот. Когда такая работа будет налажена, то, соответственно, и прилагающиеся все, скажем так, показатели, как будто рост объема производства, производство, объемные показатели экспорта товаров, то есть они будут, скажем так, на соответствующем уровне тоже. То есть основное – это эффективная работа предприятий. Ранние яровые у Беларуси посеяны больше, как на 65% площадь. Такие дадены приводятся у оперативной информации Министерства сельской господарки и харшивания. Украина сяуба ранних яровых, сбоживых и зернебобовых культур, без кукурузы, гречки и проса, проведена на площади больше, как 670 тысяч гектаров. У Гомельской области ранние яровые посеяны на 71% запланованных площадь. Сегодня на базе открытого акционерного товариства «Светлогорск-Химволокно» Совет Гомельского областного объединения профсоюзов провел выездное поседжение президиума. Тема дня – регулирование и оборона социально-экономичных интересов, працованных у коллективным договоры. На обратном предприемстве представили становочий приклад замоцеванных относинов помещенной мальникам и работниками. С подробностями. Яугиня Кухаронак. Продукция открытого акционерного товариства «Светлогорск-Химволокно» сегодня поставляется у 40 краин света. Знакомитой оно было и у часы Советского Союза, тогда и тут працавало около 14 тысяч человек. После грунтовной модернизации вытворчость автоматизовали, дякуючи чему удалось в три с половой разы повеличить выпуск продукции и одночасово амаль у полову скоротить споживание электроэнергии. Сегодня працаны коллектив «Светлогорск-Химволокно» – это 4 тысячи человек, социально-экономичные интересы яких оборонены коллективным договором предприятия. Данное предприятие, на котором мы сегодня находимся, примечательно тем, что, по сути дела, в коллективный договор своего предприятия включило все нормы вышестоящих партнерских соглашений, тарифного, генерального соглашений, которые предусмотрены в Республике Беларусь. В нашей отрасли и в нашей области коллективные договора распространяются на 35 тысяч членов Белхимпрофсоюза и регулируют вопросы охраны труда в договорной ответственности, вопросы выплаты заработной платы, надбавок и премий. Средняя заработная плата на предприятии «Святлогорск» и «Молокно» за минулый месяц склала 930 рублев. Отповедно истнующему тут коллективному договору, что год на одного работника выдатковается свыше 500 рублев. Усёх это доплаты и компенсации. До приклада за работу ночный час, за бесперапинный працовный стаж, за подрыхтовку молодых специалистов. Одноразовые выплаты у юбилейной даты и профессийное свято. Подтримка молодых семей, оздоровление работников, охова працы. Коллективный договор открытых акционерного товариства «Святлогорск» и «Молокно» мае право быть прикладом. Из всех вот этих льгот определенных выплат, которые есть по отдельным пунктам коллективного договора, которые касаются всех сфер жизни наших работников, и складывается та сумма, которая выплачивается в целом по коллективному договору, то есть та сумма, по которой мы оцениваем, скажем так, действенность, эффективность и полезность нашего коллективного договора для каждого работника. Для контроля за выполнением умов документа на предприемстве створена постоянно действующая комиссия, которая два раза в гость сбирается для подведения выников работы. На профсоюзе зараз ускладена задача при подрыхтовке новых проектов коллективного договора захавать досягнутые и льготы, и гаранты для работников. Евгения Кухаронна, Кеоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель» со Светлогорского района. У минулым ликвидация населенных пунктов и массовое оцеление. У сучасности – реальная оценка ситуации и модернизация вытворчества. За 32 постчарнобыльские годы потерпелые у вынику авары на ЧАЭС районы пройшли шлях от разгубленности до стабильности и упэлненности в будущем. Олег Сентюров наведал Наравлянский район. После чернобыльской катастрофы Наравлянский район стратил 36 населенных пунктов. С карты на заседы изникли назвы, аналогов, яким у Беларуси Махчима больше нема. Белая сорока, Смолигауская рудня, хутор лес, хатки. Это была соправданная трагедия, причем для некоторых поколений. В прошлые годы на месте таких вёсок их былые жахары начали усталивать дубовые крыжи. Так люди мкнутся заховать память об своей малой родине. Для шмат таких местовых жахаров это стало одним из житевых приоритетов. После чернобыльской катастрофы работники Наравлянского музея этнографии и народных ремесел здействовали некакие экспедиции в оседленной вёски. Дякуючая им отремовался не просто вырабатывать соправданные артефакты, а и заховать целый пласт самобытной народной культуры. Сохранить вышивку, ткачество, предметы народных ремесел – это была наша первостепенная задача. Потому что сама культура Наравлянских деревень – она многонациональная, она многогранная и яркая. Сегодня у Наравлянском районе добро памятовать об трагедии 1986 года, или живуть тем не менее сучасными будущим. У Местовом Выкновочем Комитете огучиваются планы по поширению его творчества и развитию новых сфер. Об их реальности можно мерковать по проводимой модернизации предприемцев и их выходу на новые рынки. Сироты партнёров акционерного товариства «Червоный Мазаранин» – Россия, Израиль, Польша, Грузия, США. Зараз на экспорт тут отгружается больше 15% вырубляемой продукции. В 2016-м на фабрисе установили новую линию, что дозволило значительно поширить ассортимент. Особливая надея на реализацию приватных инициатив уже зараз и она оказывает довольно широкий спектр посуха в творчестве хлеба до будовнества. Причём это не только новое працовное место, а и створение нового имиджа Наравлянского района – территории, которая имеет значительный потенциал для успехового развития. Наверное, главное направление в общее развитие Наравлянского района – это предоставление услуг. Предоставление услуг, в первую очередь, каких? Это туристических. Сегодня здесь активно развита и охота, и рыболовство. Самое главное – есть люди, которые, скажем так, идейные, самобытные, которые могут представлять и рекламировать Наравлянский район не в части беды, а со стороны достоинств его. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомель» Наравлянский район. Наместник старшины постоянной комиссии по питаниях экологии, природокористания и чарнобыльской катастрофы Алла Навумчик станет завтра гостей программы «Диалог». Она выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 19.20 хвилин. Свои питания гостя студии вы можете задать, потелефоновавши по номеру промога эфиру у Гомелли 34-00-43. Ти с допомогой Вайбера. Долучайтесь. Гомельский директор Университета Франциска Скарины Каля 2 тысяч юнаков, девчата 45-ти краин света, студенты высшейших научных установ Гомеля и Мозера. Сегодня представники молодежного интернационала собралися у Гомельским державным университетом «Франциска Скарины» на встречу «Беларусь-краина мира и згоды». У ВНУ завитали и наши корреспонденты. Пляцовка для таких сустреч Гомельский держ университета «Франциска Скарины» становится четвертый год запор. Тут с радостью расчиняют двери для гостей из разных кутков света, які вырешили отримать высшейшую адукацию на беларуской земле. На початку мероприемства у холле университета чулася замежная гуторка. Увагуле, на якой бы мовень размовляли юнаки, важно, что их объедновывая не только яна, а худшей – огульность интересов, прага доведов и самого життя. Цікавые планы на будущее и задовольнение от сучасного. Меня очень нравится, я первый раз здесь видел снег, потому что у нас такого нету погоды. Меня очень нравится, потому что здесь люди очень добрые. Я и со своими беларусами тоже дружу. Мне здесь очень нравится учиться, жить, здесь хорошая погода. Самое главное, на что и различовали организаторы сустреч и областное объединение Беларуского фонда мира – мирное будущее народа в земле – просяброуство. А оно повинно нараджаться и мацнеть в детинстве и юнацстве. Каб с молодых годов у юнаков и девчат являлась повага до кожной краины, кожного человека. Сегодня он студент, завтра он специалист, завтра он руководитель. И он же будет проводить соответствующую работу в своих коллективах, в своих службах и говорить о том, что должен быть мир на земле. Потому что, не дай бог, вспыхнеть это – это страшное дело. А сегодня обстановка именно этого требует. 27-го красавика – самая мирная организация Беларуси, фонд «Миру» означает «Шарговый день народжения». Со своей высокородной миссией она крошится не только по каждому региону краины. Дякуючи великой колькости международных сустреч и акций, наш фонд «Миру» ведут далеко за беларускими межами. Марина Джала, Игорь Маришченко, телерадиокомпания «Гомель». Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. Далее в эфир «Де-факто» и «Спортивный огляд». Я с вами развитываюсь. Добрых новинов и до встречи в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Алексея Немкевич. Здравствуйте. 122 человека, в том числе 23 ребенка, эвакуировали в «Гомеле» при пожаре в общежитии. Людей вывели из здания еще до приезда спасателей пожарных. И сделал это вахтер, который быстро сориентировался в ситуации. На задымление в одном из помещений в общежитии на проспекте «Октября» среагировала пожарная сигнализация. К месту вызова незамедлительно выехали спасатели. Они обнаружили возгорание на восьмом этаже девятиэтажного здания. Горели постельные принадлежности, в результате чего сильно пострадали стены. По одной из версий, инцидент спровоцировало неосторожное обращение с огнем при курении. Персоналом объекта из верхних этажей были эвакуированы 122 человека, в том числе 23 ребенка. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении. Ребенок – главный пассажир. В Гомельской области стартовала профилактическая акция, призванная напомнить водителям о правилах перевозки несовершеннолетних. С начала года на дорогах области с участием детей было совершено 6 ДТП. В ближайшую неделю пристальное внимание сотрудников ГАИ будет уделяться наличию в авто детских удерживающих устройств и других средств. Причем они должны соответствовать весу и росту пассажира. Правилами предусмотрено обязательное использование специальных приспособлений для безопасной перевозки детей до 12 лет. В случае игнорирования данного требования водителю платит штраф в размере до 4 базовых величин за повторное нарушение в течение года до 8. Зачастую, скорее всего, родители надеются, что сотрудники госавтоинспекции их не становят, и ребенок при виде инспектора ГАИ может либо спрятаться, либо сидеть просто на заднем сидении автомобиля. Если ребенок не пристегнут ремнем безопасности, в случае дорожно-транспортного происшествия последствия могут быть необратимы. Поводковая ситуация в Гомельской области опасений не вызывает. Такую информацию дает пресс-служба МЧС. По последним данным, в результате разлива рек и водоемов на территории области потоплены 12 участков дорог, 142 подворья, 18 подвалов жилых домов и 71 хозпостройка. Работники МЧС круглосуточно мониторят оперативную обстановку. Нынешней весной в зоне подтопления находятся населенные пункты Кармянского, Петриковского, Мозырьского, Добрушского, Рогачевского, Чечерского и Ветковского районов. Кроме того, по причине интенсивного таяния снега под водой оказались несколько населенных пунктов в низменных местах Житковического и Петриковского районов. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я, Алексей Немкевич, благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Субтитры делал DimaTorzok и на полуфинал, где им предстоит встретиться со своими принципиальными соперницами. Уже в эти выходные в Минске состоится парная дуэль с цмоками. Матчи пройдут 28 и 29 апреля. Продолжаются и поединки гандбольного чемпионата страны. Ближайшие игры с участием гомельских команд состоятся завтра. Команда Томажа Чаттера, которая находится на второй строчке турнирной таблицы, встретятся с идущей на четвертой позиции витебчанкой. А подопечные Сергея Цыганкова померяются силами с лидером мужского первенства – БГК имени Мешкова. Оба матча состоятся во дворце игровых видов спорта. В 17.00 играют девушки, а в 19.00 – мужчины. Несколько сотен юных каратистов собрал в Гомеле открытый детский международный турнир «Киокушин. Дружба без границ». Кроме белорусов, участие в ставших уже традиционными состязаниях принимали спортсмены из России и Украины. Возраст детей от 6 до 13 лет «Дружба без границ» – это для многих юных каратистов стартовая площадка. Здесь они получают первый боевой опыт впервые, испытывают горечь поражений и радость побед. Из года в год турнир подтверждает свое название. Дружеские отношения, которые завязываются на гомельских татами, заставляют спортсменов из разных стран вновь и вновь приезжать в город над Сожем. В этот раз мы приехали с маленькой командой. Всегда мы приезжаем с крупным составом, первым составом. Но, к сожалению, мы разделили команды. Одна команда поедает чемпионат мира, а эта команда более маленькие детки приехали на ваш турнир. Мы приезжаем уже не первый раз, третий раз и планируем еще ездить к вам, так как приезжаем за хорошей организацией турнира, за хорошей конкуренцией. О гомельском турнире мы узнали на чемпионате России в Казани, который проходил в марте месяце. У нас просто получилось так, что мы выбирали между турнирами престижностью и посчитали, что гомельский турнир является одним из престижных среди международных турниров. Нам очень понравились, очень яркие и разносторонние бойцы. Вот то, что мы сейчас посмотрели половину боев, очень понравилась техника бойцов. Разные школы представлены, видно, что разная. Степень подготовки у всех высокая, высокий уровень подготовки, то есть приятно удивлены. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4. Субтитры создавал DimaTorzok